Высказывайте свое мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены извне. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Уважаемые друзья, добро пожаловать в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Участники, как всегда, все вы, дозвонившиеся по номеру телефона 847-400-5200. Мы вещаем на частотах 14.30 АМ, 99.1 ФМ. Вы нас можете слышать на нашей страничке www.radionvc.com А также на нашей страничке Facebook, Radio NVC. Ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале Radio NVC, на который зайдя, пожалуйста, нажмите кнопочку subscribe или регистрация. И действительно будете полноправными участниками нашего шоу, нашей странички в YouTube. Вы будете получать самые последние извещения, самые последние новости. Будете иметь возможность просмотреть самые последние программы. Так что, пожалуйста, зайдя на YouTube-канал, нажмите кнопочку subscribe. Для тех, которые хотят нас слушать на своих электронных гаджетах, те, которые пользуются iPhone и iPad, пожалуйста, загружайте наше бесплатное приложение, и вы получите возможность нас видеть и слышать. Ну, а те, которые пользуются системой Android, пожалуйста, через вашу веб-страничку заходите на нашу, то есть через ваш браузер заходите на нашу веб-страничку radio-nvc.com и будем общаться. Еще раз, 847-400-5200, номер нашего телефона в прямом эфире. Итак, давайте начнем наше неполиткорректное ток-шоу с, я считаю, с очень хорошей новостью. Это для всех тех, которые жалуются на то, что у нас нет выбора, когда мы идем голосовать, особенно на уровне Сената Соединенных Штатов, ну или Верхней Палаты, как говорится. Так вот, есть такая хорошая новость, у нас появился кандидат от республиканской партии, это бывший шериф Лейк-Каунти, штата Иллиной. Зовут его Марк Каран, C-U-R-R-A-N, если вы захотите его, как говорится, прогуглить или посмотреть на Википедия. Это действительно человек, который собирается баллотироваться и составить конкуренцию нашему, не к столу будь сказано, Дику Лайер Дербен. Вот, так что, ну, будем надеяться, что все те, которые, причем это должность, вернее, это позиция сенатора штата, поэтому голосовать вы можете все, независимости от вашего округа и так далее. Поэтому мы все знаем, что у нас от нашего штата, к сожалению, два представителя, оба демократа, это Дик Дорбен и Тэми Дакворт. Ну, вот появится все-таки какая-то альтернатива. Посмотрим, насколько у него получится, у этого господина Каран, получится все-таки избраться и составить конкуренцию. Ну, по крайней мере, теперь у нас есть выбор. Так вот, вот это хорошая новость, которую я с удовольствием с вам сообщаю. Обязательно найдите его в интернете, посмотрите, почитайте про него. Про него, в принципе, очень много написано. Как я уже сказал, это бывший шериф Лейк Каунти в нашем штате. Итак, дальше мы, наверное, все-таки придется говорить о том. Должен сразу сказать, что, в принципе, пока что из-за вот этих двух так называемых масс-шурингс, то, что произошло в штате Техас и в штате Огайо, пока что, похоже, никаких других новостей не происходит в нашей стране. Сейчас одни обсуждают варианты, как же все-таки добиться того, чтобы обезопасить себя и наших граждан от такого рода расстрелов. Ну, а другие, конечно же, пытаются, или не пытаются, а просто в наглую мешают с грязью нашего президента. И скажу вам честно, те, которые... Вот у меня сегодня, к сожалению, была возможность с утра посмотреть канал Факс Ньюз. Скажу вам честно, большого удовольствия я не получил. Я сначала даже как-то засомневался, тот ли я канал смотрю. Значит, ну, те, которые вообще смотрят канал Факс Ньюз, вы знаете, что самая ранняя программа, я имею в виду утренняя программа, которая ведется из Нью-Йорка, из их центральной студии в Нью-Йорке. Она начинается, по-моему, в 5 утра и длится, я имею в виду по нашему времени, и длится до 9 утра, может быть, в 6 утра по-нашему, и длится до 9 утра. Потом с 9, следующие 3 часа до 12, идет передача, которую ведут Билл Хэммер и Сэндрэ Смэн. Обычно, обычно, это люди, которые, ну, они достаточно умеренные республиканцы, то есть они не очень похожи на демократов, не тянут демократическую линию, поэтому, и они в основном люди, которые действительно показывают новостью, то, что произошло, ну, вот, в нашей стране за какой-то там период времени, вот последних, допустим, там, я знаю, 6-7 часов. Сегодня я просто был ошеломлен тем, что вот сколько я, я их начал смотреть в 9, и буквально, ну, я не знаю, наверное, часа полтора я наблюдал, такое ощущение, как будто я попал, наверное, на канал СНН. То есть выступали только демократы, выступали только те, которые поливают Трампа грязью. Мало этого, они крутили у себя на канале, то есть не было ни одного республиканского представителя, то есть они крутили Бейта Урорг, они крутили Беладеблазио, они крутили Дану Бразел, они, в общем, короче говоря, крутили всех тех, которые просто усиленно поливали Трампа грязью, называли его, как обычно, расистом и белым супремацистом. И, в общем, короче, это было что-то просто невероятное. Я не знаю, что произошло, я не знаю, какое они получили указание, но это был самый настоящий вот такой, по-английски, это называется Trump bashing, то есть просто смешивание с грязью нашего президента Трампа. Мне это очень, если честно, не понравилось. Я надеюсь, что это не войдет в привычку каналы Fox News, так как там есть, конечно, свои проблемы, то есть я имею в виду, есть свои ведущие, которые, ну, абсолютные never-tramper, это и Нил Ковутов, это Шепард Смит, это Крис Уоллес, это люди, которые просто, ну, они этого не скрывают. Крис Уоллес, он просто зарегистрированный демократ, ну, вот, который выступает на канале Fox News. Я думаю, что, то есть мое личное мнение, что, ну, людям, которые поддерживают Трампа, сегодняшняя передача не очень понравится. Не знаю, не знаю, что там произошло. Может быть, была дана директива сверху, но, тем не менее, было очень неприятно смотреть буквально одну за другим выступления вот этих людей, которые пытаются пробиться на место президента. от демпартии, как они поливали грязью Трампа. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Толя. Мне, знаете, вот то, что мне сказали, абсолютно у меня такое чувство произошло утром тоже. Как только я слушаю Fox News, и они просто выставляют, я уверен, вы говорите, предполагаешь, что сверху есть указание. Они начинают уничтожать эту конституцию. Гарантирую еще годик, и с факт с ним не останется ничего. На факт с ним все время присутствуют демократы. И они поливают, и там же тоже поливают, и на белое-черкое говорят. Просто, знаете, кроме вас, и кроме Сережи, и кроме Леона, некому нам объяснять, некому абсолютно. Я не могу смотреть вообще эти передачи. Мне становится плохо. Я вот не молодой мальчик, но это же невозможно, это предел подлости, наглости со всех сторон. Вот утро показывали этого мэра города Нью-Йорка, он с этим говорил, и он говорит, много денег у нас в стране есть, надо их забрать. Надо определить, надо дать людям, отдать эти деньги, повысить налоги. Что-то идиот какой-то, просто натуральный идет, повысить налоги. Ну да. Они выкинут людей с работы, все понятно. Конечно, конечно. Теперь вопрос такой, я не понимаю это слово. Я с конца его употребляю. Прошу. Значит, чайно, курицы, дисбаланс, как они делают, делают что-то с... Они, да, они, они спекулятивно... Да, 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 понимаете, объясните, что это значит. Манипуляция, да, куриц-малипуляция, куриц-куриц. Да, да, что они делают, они спекулятивные. Да, пожалуйста. Что-то на 17 штатов выставили red flag, что это значит, я тоже не понимаю. Сейчас все, спасибо большое, уже есть, уже есть. Значит, ну, в первую очередь, что у нас происходит в Чайна? Значит, Чайна решила слегка обрушить наш маркет. У них это получилось. Это, кстати, лишний раз доказывает то, что когда-то, когда биржи были разделены, вот у нас была американская биржа, там была китайская биржа, они каждая работали, как говорится, на свою страну, на свою валюту и так далее. Потом, когда решили объединить большой бизнес в так называемый глобальный бизнес, получилось так, что все биржи завязаны между собой. И вот что произошло в Китае, есть такое понятие манипуляция с девальвацией своих денег. То есть, они как бы обесценивают свои деньги. И за счет этого получается так, что баланс на рынке, то есть, ведь люди делают, многие люди зарабатывают тем, что они покупают и перепродают какие-то иностранную валюту, там, евро, доллары, франки и, ну, вот, юани в Китае. И что получилось, когда падает цена на юань в Китае, очень многие люди теряют деньги на тех инвестициях, которые были сделаны именно вот в валюту юань, ну, и так далее. Это так, чтобы упрощенно сказать, чтобы не водить никого в дебри. И вот то, что китайцы сделали, они решили вот сделать такую вещь. И раньше им это сходило с рук. То есть, их никто, как говорится, все понимали, что делают китайцы, но их никто за руку не ловил. И, в принципе, никто большого ажиотажа по этому поводу не поднимал. Но, тем не менее, вот такая девальвация валюты – это незаконная вещь. Нельзя это делать, особенно участвуя на международных валютных рынках и будучи частью Международного валютного фонда, вы не имеете права играться с вашей валютой. Ваша валюта должна быть под контролем. Так вот, что сделал Трамп, как только китайцы произвели вот эту манипуляцию со своей валютой, Трамп тут же об этом объявил. И он сказал, что если китайцы не пересмотрят свои валютные махинации и не вернут юань на положенную точку, он подаст на них в суд. И я вам скажу честно, китайцы, им такая проблема абсолютно не нужна. Просто они, вы понимаете, интересная вещь, они не знают, как себя вести. Они никогда со времен Клинтона, я имею в виду с 92-го года, чтобы вы поняли, они со времен Клинтона никогда не имели вот эту проблему. Они всегда знали, что все американские президенты, в конце концов, продадут себя и свою страну Китаю. Они это знали, и они знали, что им все будет сходить с рук, они, я имею в виду, китайцы. И вот из-за этого у нас происходят такие проблемы сегодня с этой страной. То есть, Билл Клинтон им вообще продал информацию о вооружении. Буш никогда с ними не пытался, ни Буш старший, ни Буш младший. А тем более, тем более, Обама и Байден, они никогда не входили ни в какие конфронтации с китайцами. Они боялись этого больше всего. И поэтому китайцы просто почувствовали себя абсолютно безнаказанными. И они вытворяли, что они хотели. Они воровали у нас наши новшества, они воровали у нас информацию, они воровали у нас то, что мы... Те научные открытия, которые мы делали. И никто с этим, никто на них в этом отношении не давил. И вдруг пришел Трамп. И Трамп, который замечательно знает отношения с китайцами. Почему? Потому что Трамп, вы сами прекрасно понимаете, участвуя в строительстве, он очень много должен был работать с китайцами, покупая у них и цемент, и покупая у них металл и так далее, для строительства своих зданий. И он прекрасно знает, как работает Китайская Республика. И вот придя к власти, Трамп сказал, все, на этом мы закончили цацкаться с китайцами. Мы начинаем с ними разговаривать на том языке, на котором они разговаривают с нами. То есть на языке силы, на языке, на серьезном языке, не поддаваясь их влиянию. И вот поэтому китайцы, они просто потеряны. Ведь они, у них все построено в Китае, было вот за все эти годы, там за последние 27 лет. Они свою политику, свою экономику строили на том, что Америка им разрешает безнаказанно делать то, что они хотят. И вдруг Америка поставила точку в такого рода отношениях и начала, знаете, многие это называют войной тарифов. Ну, я считаю, что это абсолютно, вот честно, это лично мое мнение, я считаю, что это абсолютно неуместное мнение или название война тарифов. Это не должно быть войной тарифов, это должно быть возвращением товара обмена на точку порядочности и честности. То есть, каждый выполняет свою работу, каждый выполняет свои обязанности, каждый зарабатывает у себя в стране или же на международном рынке, но никто не пытается никого обмануть. И вот поэтому сегодня китайцы, они не знают, что делать. Их экономика очень сильно страдает, очень сильно. Значит, у них увольнения сумасшедшие там, в Китае, просто сумасшедшие, несмотря на то, что, да, по сравнению с количеством их жителей страны, может быть, это не пока еще не такие чувствительные увольнения, но это ужасные увольнения, там увольняют по два, по пять миллионов человек с рабочих мест. И за счет того, что вот те тарифы, которые Трамп наложил на Китай, они действительно очень сильно подорвали китайскую экономику, потому что раньше китайцы продавали нам все, что угодно подряд, фактически бесплатно. Сегодня они должны за это платить. Платить за ту возможность, чтобы с нами делать бизнес. И это нормально. Это абсолютно нормально. Никто бесплатно не имеет права делать бизнес. Так же, как нам, американцам, не позволяют бесплатно зайти на китайский рынок. Мы должны платить их тарифы. Мы должны платить тарифы Европейскому Союзу. Мы должны платить тарифы Китаю. У нас единственный, вроде бы, вот сейчас то, что пытается разработать Трамп, так называемый новый USMCA, это United States, Mexico, Canada. Вот они пытаются разработать бесплатный тариф для стран, которые вот в Северной Америке, то есть Канада, Америка и Мексика. Ну, если они разработают этот тариф, если действительно будет подписано соглашение, значит, товары будут продаваться, возиться и вывозиться бесплатно в эти три страны. Но это должно быть соглашение, а не то, что делал Китай. Ну, вот отсюда, вот такая вот у них, вроде бы, сейчас война. Экономика Китая, хотя они хорохорятся и кричат, бьют себя кулаками в грудь, что у них там экономика 6%, этого никогда не было. Уже давным-давно было подсчитано, что экономика Китая в два, в три раза меньше того, что они заявляют, то есть, что они делают, ну, я вам как-нибудь расскажу, это очень интересная ситуация, где китайцы произвели цемента чуть ли не в 7 или 8 раз больше, чем они его смогли продать. Но делали они это только для того, чтобы показать, что у них экономика там на сумасшедшем уровне развития. А фактически они это все производили, как говорится, в ящик стола. Никто у них, то есть, никто просто не мог купить такое количество цемента. И поэтому им пришлось, во-первых, в этом признаться. Если я не ошибаюсь, это было буквально 2-3 года тому назад. И плюс к этому они вот сейчас строят там многоэтажные дома, которые пустуют. Вы представляете, при том количестве жителей Китая, которые там находятся, у них высотные здания по 25, по 30 этажей стоят пустые. То есть, их построили не потому, что они нужны для жилья, а их построили, потому что нужно было куда-то девать тот цемент, который они произвели. Это такая маленькая справочка по поводу Китая. Давайте мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, потом вернемся, и я обязательно расскажу про вот эти красные флажки, которые предлагают демократы. Оставайтесь с нами. Добро пожаловать в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Номер телефона в студии 847-400-5200. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Анатолий, у меня к вам, мне интересно ваше мнение. Я ваше мнение уважаю, мне даже с вами спорить неинтересно, сейчас вам скажу. Спасибо. Вы хорошо разбираетесь ситуация в нашей стране. У меня немножко на другую тему к вам вопрос. Давайте попробуем. Вот вчера United Kingdom, a counter-terror chief, заявил на весь мир. У нас нет никаких доказательств участия России и Путина в деле новичка со скрипалями. Ну, как вдруг, как этот, not a Russian collusion. Я, честно говоря, сказал это тихенько, скромненько, не чтобы правду сказать. Мы лживые, гнусные твари вместе с нашим правительством Терезой Мэй вам наврали, потому что на нас давил госдет. Вы понимаете, у меня вот правильно как раз Тулси Габбард сказала, что мы живем в оболочке лжи и пропаганды, и за этого нас преследуют одни обвалы. И тут же привела пример, там, Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия, Йемен, Куба, Венесуэла. Короче говоря, мне интересно ваше мнение. Вот я вот хотел бы живыми откровенно сказали. Вот вы, как гражданин Соединенных Штатов Америки, как должны себя вести? Unconditional love, всё, что делает наш дед, или выступать против этого и добиваться, чтобы мы ввели какую-то честную игру? Я понял. Окей, давайте я попробую, прошу прощения, давайте я попробую ответить. Значит, я, для того, чтобы не разводить, как говорится, грязь в стакане или мутить воду, я человек, который уважаю не только букву закона, но и я уважаю правосудие. И я считаю, что все такого рода обвинения должны быть либо доказаны в суде, либо опровергнуты. Поэтому, до тех пор, пока, насколько мне известно, сегодня, все эти разговоры, вы понимаете, там точно такие же в Англии, в Бриттлинг, как вы её называете, там точно такие же политики, как они и здесь, и в России, и так далее. То есть, для этого существует суд, для этого существует судебное производство. Я не согласен. Да, но они же до суда не доводят никогда. Ну, вот смотрите, давайте мы, насколько мне известно, суд как раз будет в Англии, если я не ошибаюсь, они его наметили на 21-й год. Поэтому я могу сейчас либо стать с вами на одну ступень и сказать, что да, вот они и такие-сякие. Я могу сказать, я не верю в то, что там не участвовала Россия, хотя у меня никаких доказательств нет ни туда, ни сюда. Поэтому я всегда предлагаю сделать одно и то же. Вот точно так же, как вот с этим Боингом малазийским. То есть, будет суд, официальный международный суд. Я имею в виду про Боинг, либо будет суд в Англии по поводу дела с Крипалей. Могу я вам свое мнение выразить? Пожалуйста. Я считаю, что никогда суда ни с Крипалей, ни Боинг не дойдут. Будут постоянно какие-то громогласные обвинения, и каждый день какие-то другие доказательства, от которых просто тошнит. Ну, я вам скажу, опять же, вы понимаете, доказательств никаких нет. Почему? Потому что все то, что если это действительно собирается попадать в суд, то вы же понимаете, те доказательства, о которых нам говорят, это ерунда по сравнению с тем, что будет показано в суде. Пока что у нас нет доказательств, у нас только предположения. Эти показывают такую картинку, мы показываем такую картинку и так далее. Вот когда произойдет суд, либо, если они скажут, так, все, мы посмотрели, нет у нас достаточно доказательств, даже идти в суд. Они пока что почему-то очень упрямо настаивают на том, что суд будет в 2020 году. Ну, вот давайте подождем, посмотрим. Просто я вам скажу, почему. Когда произойдет суд, и если по каким-то причинам окажется, что это действительно было сделано Россией, ну, что мы тогда будем говорить? Ну, что? Хорошо. Я понял. Спасибо вам за ответ. Спасибо вам большое, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я насчет тарифной войны с Китаем. Да, да, пожалуйста. Я думаю, что Крамп, наверное, рассчитывал на то, что вот эти предприятия, которые когда-то были у нас, как Эпл и так далее, там подобное, в конечном итоге не выдержав тарифных вот этих нагрузок, вернуться в нашу страну. Но я боюсь, что они, наверное, пойдут куда-нибудь в другую страну. И мы, к сожалению, от этого ничего не выиграем. Но хотя, очень радует то, что мы сэкономим вот эти тарифы, которые будут поступать в нашу казну, пополнят 300 миллиардов долларов, как я знаю, и всего лишь мы потеряем 60 миллиардов, и в плюсе мы останемся. Но, да, вот это радует. А вот неужели нельзя заменить вот эти редкоземельные металлы, которые вот теперь Китай пытается нам шантажировать? Неужели наши ученые никак не могут дойти до замены этих редких очень металлов? Вы понимаете, я, если честно, я боюсь того, что на сегодняшний день, до тех пор, пока идет вот это, как бы это лучше выразить, до тех пор, пока у нас воруют все наши новшества, нет смысла ничего разрабатывать, потому что это опять же попадет в Китай. То есть мы должны разобраться сначала с тем, что происходит с нашими научными достижениями, что происходит с нашими секретами, производственными секретами. И до тех пор, пока они это не сделают, я имею в виду, пока Америка не разберется с этим, вы же понимаете прекрасно, что дело даже не в этих 65 миллиардах, дело в том, что компании, я, вот это меня немножко удивляет, вы же знаете, компании, которые работают в Китае, 51% этих компаний принадлежит китайцам. И какой, то есть я понимаю смысл в дешевой рабочей силе, которая на сегодняшний день уже далеко не дешевая, далеко не дешевая. Посмотрите на цены, допустим, вот я просто, я пытаюсь это держать на уровне такой, как можно проще, посмотрите на цену айфона, да, когда-то он стоил 200 долларов, сегодня айфон, вот они уже сейчас говорят о 11 айфоне, он при памяти, если я не ошибаюсь, 256 гигабайт, он будет стоить 2000 долларов, вы понимаете, телефон. А почему, значит, он не такой дешевый? Разница есть, 200 долларов и 2000 долларов, то есть я так понимаю, что у меня в кармане, я понимаю, что лежит там, допустим, хороший Macbook, да, но все должно иметь какую-то свою, свой предел, свою цену. И вот то, что мы пытаемся, то есть то, что Apple в свое время сказал, что они должны, они собираются перевести производство в Америку, я, честно говоря, думаю, что они только этим выиграют. А уже как это будет, ну, посмотрим. Но вот эти, вот то, что у нас воруют, вот эти 51%, которые дает им, причем это же не только компании, которые есть в Китае, а как насчет вот эти все китайцы, которые приезжают сюда, учатся в наших университетах, получают вот это наше ноу-хау, и потом едут в Китай и с нами же соревнуются. Понимаете? То есть вот это все, это и пытается как-то упорядочить Трамп. Другой разговор, дадут ему это сделать, успеет ли он это сделать. Потому что сегодня, вы же понимаете, политика стоит в том, что китайцы ждут, выберут его или переизберут его, или не переизберут. Потому что им постоянно говорят, ребята, вы подождите, вот переизберем, станет Байден, мы вам опять откроем улицу. И вот это то, что они сейчас, задача Китая сейчас, просто протянуть до 2020 года. Как говорится, не сдаться. А можно насчет Скрипалей? Пожалуйста. Дело в том, что вот этот предыдущий выступающий, он в некоторой форме прав, потому что до Скрипалей было покушение на полковника лейтенента, который оставили без внимания. Потом вот этот, о чем вы говорили, малайзийский самолет, тоже как-то уже пять лет прошло. Я думаю, что если бы кому-то из нас даже поручили бы это дело, давно бы довели до совершенства. Но, к сожалению, это почему-то тянут, тянут. Я вам скажу... Это же ответа безнаказанно. Почему? Это тоже может повлечь другие преступления. Нет, нет. Это не безнаказанно. Вы должны понять. Там замешаны несколько стран. То есть, если бы это расследование вела только, допустим, Америка, или только Голландия, или только Малайзия, или только, там, кто там еще, Дания, по-моему, это, может быть, было бы как-то по-другому. Но, когда нужна координация, когда нужно доказать, вы же понимаете, это международный суд. Никто не пойдет на то, что ответ будет, вот мы так решили. То есть, это должны быть сумасшедшие доказательства, это должны быть научные доказательства и так далее. Не так это все просто делается. У нас вон лайнер какой-нибудь падает, и мы после этого еще три года разбираем причину, почему он упал. Это при том, что его никто не сбивал. годами идет разбирательство, ну, не судебное, но идут выяснения через ОШУ, через все эти организации, для того, чтобы понять, почему он все-таки упал. А тут, как-никак, меняется то, что его сбили, и вот тут нужно уже знать абсолютно четко. поэтому меня не смущают временные сроки. Меня, для меня главное, чтобы они это доказали абсолютно без всяких, то есть, чтобы не было ни одной щелочки, через которую можно было бы протянуть какое-то сомнение. Вот, чтобы это было доказано. Причем, мне они это доказывать не будут, но для меня будет, вот честно, для меня будет абсолютно достаточно, если международный суд признает так или иначе, даже если их оправдают, я имею в виду Россию, пожалуйста, оправдайте, но поставьте какую-то конечную точку. А то, что занимает так долго, ну, так оно занимает, что можно сделать. Вот, так что это меня как раз не особенно волнует. Спасибо вам большое, я возьму еще один звонок. Пожалуйста, говорите, пожалуйста. Анатолий, я прошу прощения, два слова только. Пожалуйста. Вы понимаете, я бы мог бы ответить вот на вопрос предыдущего звонившего. Все куда намного, намного проще. В 2008 году Путин в своей мюнхенской речи объяснил свою точку зрения. И там сидел Либерман, и там сидел этот ракомозговой, мозговой больной, этот Макей, и им сразу стало ясно, что этот человек принесет нам проблемы. И закрутилось колесо. И начались Литвиненки без доказательств, Магницкие без доказательств, Скрипали без доказательств, и Боинги без доказательств. Понимаете, это все ведется только к этой вот ситуации. Понимаете, когда Путина полностью охаривают, ведется жуткая пропаганда. Вы только вспомните, что на него говорили, что он прячет деньги, какой-то Роллбокин возит миллионы, только не назвали ни улицы, ни банка, ни страны, ни дети. Понимаете, это все крутилось, 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 и заткнулось. И это точно так же заткнется, я в этом уверен. Я с вами абсолютно не спорю, вы можете оказаться абсолютно правы. Но, вы понимаете, я такой человек просто, ну, те, которые меня знают, они понимают, о чем я говорю, те, которые нет, я такой человек, если это только не касается членов моей семьи, либо непосредственно, либо обширной моей семьи, меня абсолютно не обижает то, что обижают Путина, меня абсолютно не обижает то, что обижает Мао Цзэдуна, меня абсолютно, то есть, для меня Путин абсолютно такой же чисто, для меня, вот я говорю, так оно и есть, да, он лидер иностранной страны. Прошу, спасибо, для меня он еще какой лидер, страна была в полной яме, экономической, военной, политической, социальной, он не только вытащил, а еще и поднял с колен. Понимаете, я таких лидеров уважаю, мне абсолютно наплевать, какой он странный лидер, мне он нравится, я хотел бы, чтобы в нашей стране был такой лидер. Ну, давайте говорить так, может быть, в нашей стране был бы такой лидер, если бы у него было абсолютное право голоса, может быть, оно вот такое так и было. Просто у нас в стране все-таки как-то, ну, какие-то рычаги сдерживания все-таки существуют. Поэтому я не умоляю его достоинства, я, опять же, человек, он для себя, для кого-то, он делает свою работу абсолютно спокойно, я за него не голосовал, он на меня не влияет никаким образом. Является ли он для меня эталоном? Нет. Является ли он для меня каким-то авторитетом? Тоже нет. Но обвинять человека только потому, что он для меня не является авторитетом, я тоже не собираюсь. Поэтому я сижу спокойно и жду, пока произойдет суд. То есть, я тот человек, который действительно верит презумпцию невиновности. Вот хотите верьте, хотите нет. Любой человек в моем понятии имеет право на презумпцию невиновности до тех пор, пока не будет доказано, что он прав. А остальное я не настолько сентиментален и эмоционален, чтобы переживать за кого-то, кроме как члена моей семьи. Вот и все. Я понимаю, что это может быть не совсем правильная позиция, но это моя позиция. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, я коротенько. Скажите, пожалуйста, сбит малазийский лайнер, а почему это страна не допущена к расследованию? О чем наговорим? Опять же, вы понимаете, что вы хотите, чтобы я спекулировал, я не буду спекулировать. Малазийский лайнер сбит, а сама страна... Скажите мне пожалуйста еще раз, вот я вам задал вопрос. О какой мы можем говорить судебной справедливости? Окей, я вам задал вопрос, вы на него не ответили. Вопрос мой какой? Вы хотите, чтобы я спекулировал, почему Малайзия не было допущено? Я не знаю. спекулировал, просто вы на данной деятельности справедливый суд, вот и все, ни ков сюда справедливого не будет. окей, это ваше мнение, я с вами не спорю. Вам не спорят на бутылку коньяка? Ну, для того, чтобы со мной спорить на бутылку коньяка, меня нужно хотя бы, как минимум, знать и со мной общаться, поэтому я просто так ни с кем ни на что не спорю, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы знаете, вот этому человеку я бы ответил, так как Гитлер поднял Германию, так Путину даже не снилось, это первое. Второе, он хочет, чтобы был в нашей стране такой правитель, как Путин, пусть голосует за мадаму Оррен, вот она точно будет, вот точно такой же, как Путин, она точно сделает такое же фашистское государство, которое Путин превратил нынешнюю Россию. Спасибо большое, добрый день, ваше последнее слово. Последнее? У меня первый вопрос такой, есть ли какая-то возможность организовать государственное телевидение, дело в том, что мне пугает это все, вот, что творится с прессой, ну, надо же что-то делать, я не могу понять, почему нельзя организовать государственное телевидение. сегодня, спасибо большое, я быстренько отвечу, у меня буквально есть 15 секунд, почему нельзя организовать, потому что у нас есть так называемый PBS, Public Broadcasting Service, в Чикаго это 11 канал, который абсолютно демократический канал, который тянет мазу за демократов, это мой ответ. Итак, дорогие друзья, спасибо вам всем огромное, меня сейчас все равно выключат, поэтому будьте здоровы, спасибо и до встречи завтра в эфире в Народной волне.